Дорогие коллеги, здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами об очень животрепещущей теме, а именно, как работая из дома, не жить на работе, или как выстроить правильный баланс работы и отдыха при работе онлайн из дома. Подумайте, пожалуйста, немного, какие риски вы видите от удаленного формата работы? Ведь многие уже столкнулись с этим опытом, а для некоторых он совершенно новый. Подумали? Теперь давайте обсудим. Ну, во-первых, это откладывание дела на потом. Ведь рабочие дела и задачи все время как будто бы рядом, ну куда они убегут? Таким образом они затягиваются, затягиваются сроки, задачи накапливаются, времени не хватает, мы начинаем срочно все решать, появляется ощущение нескончаемой работы. Но не покидает нас ни утром, ни днем, ни вечером, а порой кого-то даже и ночью. Это неизбежно ведет к росту уровня стресса, и это не очень хорошо. Для некоторых способов справиться со стрессом это переедание, к этому могут вести частые бесконтрольные перекусы, ведь холодильник уже всегда рядом. Еще один важный момент – это чувство одиночества. Тут даже зум-митинги и скайп-встречи не вполне спасают. Ощущение одиночества от того, что вы не обедаете с коллегами, не участвуете в живых дискуссиях, не устраиваются перерывы с обсуждением всяких новостей. Только вы и компьютер, и рабочие задачи. Так можно дойти до ощущения, что ваш единственный коллега – это ваш код. Как же быть? Специалисты говорят, что ритм – это и есть ключ к успеху при удаленной работе. Ритм – это цикличная временная привязка действий. Например, в морегулярные ежедневно-постоянные, вне зависимости от внешних обстоятельств, чистим зубы, принимаем душ, питаемся в определенное время. На работе ритм задается внешней средой, а дома он теряется, размывается. Рабочий ритм накладывается на домашний, и возникает путаница. Важно, чтобы рабочий ритм был максимально выстроен для работы из дома. Подумайте, пожалуйста, какие бы вы дали советы себе и другим, чтобы задать рабочий ритм дома. То есть, как отделить дом от работы, работая дома. Многим из вас эти советы покажутся знакомыми. Ну, как говорится, common sense doesn't mean common practice, то есть то, что очевидно, не значит, что это применяется. Поэтому повторим. Определитесь рабочим пространством, обустройте его. Крайне желательно – работать в отдельной комнате. Работайте, пожалуйста, где придется – на кухне, в постели. Разделите рабочее пространство и пространство отдыха. Если вы работаете отдельно, закройте дверь. Отделите себя от суеты и шума остальных домочадцев. Соблюдайте порядок на рабочем месте. Визуальный шум не мешает сосредоточиться. Важно удобное кресло. Ваша спина, ваше здоровье важны. Обустройте себе такое удобное местечко. Еще один вопрос к вам. Какие инструменты вы используете для планирования и управления собственным временем? И хватает ли их вам? Да-да, мы поговорим о старом добром распорядке дня. Установите его. Очень важно понимать, где в рамках всего вашего дня кусочек рабочего дня. Установите этот распорядок и придерживайтесь его. Напишите его. Определите время начала, окончания, обеда, перерывов на разминки и перекусы. И придерживайтесь этих правил. Ставьте приоритеты, составляйте списки дел, выделяйте средних срочные, важные, неважные и распределяйте для себя. Начинайте день размеренно. Настройтесь на работу. Не спешите с утра еще в постели проверять почту, отвечать на письма. Проделайте все утренние ритуалы. Умывание, завтрак, зарядка. И начните работу в запланированный час. Не возвращайтесь к работе, когда рабочий день уже закончен. Каждому этого не хотелось. Давайте себе отдохнуть. Умейте остановиться. Не засиживайтесь допоздна. В конце концов, переработки недосыпь снизит вашу рабочую продуктивность. Очень важно, чтобы ваше окружение помогало вам сосредоточиться, а не отвлекало. Что в этом может помочь? Комфортная одежда, но не пижама. Скажите, нет домашним обязанностям в рабочее время. Либо домашние обязанности выполняются во время небольших перерывов в работе, в качестве разминки. Но только смотрите сильно, не увлекитесь. Все время отвлекаетесь на письма, на сообщения, на разговорах, чатах, выключаете телефон, оповещения в мессенджерах, пока сосредоточены на какой-то одной задаче. Держите питьевую воду на рабочем месте, чтобы не было повода ходить куда-то вроде кухни без повода, теряя при этом рабочий настрой по дороге. Скажите, нет перекуса на рабочем месте, лучше делать с перерывами без кольких минуток, потяните шею, плечи, спину, позаботьтесь о себе. Очертите границы для своих близких, хоть это бывает и не просто, но договоритесь о правилах, когда вы работаете, а когда выполняете домашние дела, когда проводите время с близкими, и старайтесь придерживаться этих правил. Для тех, кто очень отвлекается на посторонний шум, могут пригодиться отберуши. И, наконец, рекомендуемая всем и знакомая многим техника концентрации на задаче помидора, такие 45-минутные спринты, когда вы сосредотачиваетесь на конкретном деле, а через 15 минут делаете небольшой брейк, даете себе маленькую награду или удовольствие. Ну и, наконец, поддерживайте свое качество жизни на высоте все время, а именно, высыпайтесь, хорошо обедайте, делайте перерывы, выходите на улицу, совершайте прогулки, занимайтесь спортом, больше двигайтесь и стоите, общайтесь с людьми офлайн, практикуйте цифровой детокс. Сейчас подумайте немного, какие действия всего услышанного вы хотите предпринять, чтобы улучшить баланс собственной жизни и работы при работе дома. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам продуктивности при любых форматах работы, дистанционных или живых. Спасибо за ваше внимание. До свидания. Продолжение следует...